Барнаул стал точкой пересечения двух исторических экспедиций. Одна из них – трудовая доблесть России, резервы человечества, едет по городам и селам, которые внесли существенный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Участники путешествия планируют посетить не менее 90 населенных пунктов. Проект посвящен трудовой доблести народа, в первую очередь в годы Великой Отечественной войны, предвоенные и послевоенные годы, как вы знаете, в прошлом году, в честь 75-летия, 20 городам страны было присвоено вот это почетное звание «Город трудовой доблести», а в этом году еще 12 городам. Другая экспедиция вдохновлена маршрутом Витуса-Беринга. В 18 веке группа ученых посетила тогда еще Томскую губернию. Местные жители угощали исследователей блюдами локальной кухни, и именно их подали к столу современным автопутешественникам. Это на самом деле очень уникальное блюдо, потому что они изготовлены, приготовлены из тех продуктов, которые выращивались и выращиваются у нас сейчас в Алтайском крае. К примеру, для гостей у нас сегодня подается салат из овощей с конопляным маслом, который исключительно растет у нас в Алтайском крае. Цель экспедиции Беринга составить самый протяженный туристический маршрут в мире и показать не только памятники архитектуры, но и погрузиться вглубь эпохи, в том числе с помощью гастрономии. Спустя три века мы отдаем память нашим предкам и создаем маршрут, туристский маршрут, самый протяженный в мире, это 55 тысяч километров, 45 регионов нашей страны, 14 стран мира. Этот маршрут в первую очередь для тех, кому интересна история, кому интересна настоящая наша страна. Далее обе экспедиции отправятся в Новокузнецк. Там они продолжат работу и над туристическим маршрутом, и над изучением военной истории города. Несмотря на интерес к разным эпохам, исследователи ставят перед собой общую цель – рассказать о важных периодах как можно большему количеству людей, проводя подобные познавательные встречи. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.